Сейчас наступило сложное время. Время перемен, но я не знаю в какую сторону, если вам не сложно подпишитесь на меня в Рутубе. Диск Сабу или воспоминания о прошлом. Уважаемые друзья и гости канала, пожалуйста, подписываемся на канал. Я приветствую вас на моем канале, отправимся в Каирский музей, чтобы еще раз пристальней посмотреть на Диск Сабу. Нет никаких сомнений в том, что древнеегипетская цивилизация полна чудес и тайн, недоступных пониманию современной науки и археологии. Древняя культура, которая оставила после себя множество рукотворных чудес. От громадных пирамид, гигантских статуй и раскинувшихся погребальных храмов их памятники многочисленны и великолепны. В то время как некоторые из них легко понять, изучить и объяснить, другие остаются абсолютной загадкой. Одной из таких загадок является так называемый Диск Сабу, любопытный каменный объект, который не укладывается в современную науку о мире. На протяжении многих лет возникало много странных теорий в попытке раскрыть его истинную цель. Любой, кто посетит музей древности в Каире, будет поражен богатством древнеегипетских сокровищ, содержащихся в нем. От знаменитых сокровищ, найденных в гробнице Тутанхамона, до статуи фараонов и хорошо сохранившихся мумий, этот музей является остановкой номер один для всех любителей этой древней культуры. Но в то время как вы будете ослеплены этими популярными сокровищами, Диск Сабу остановит ваш взгляд и избавит от ослепления роскоши. Этот странный предмет имеет круглую форму и его размеры примерно 610 мм в диаметре и примерно 104 мм в высоту. Он был обнаружен в 1936 году известным британским египтологом мистером Уолтером Брайаном Эмири и датируется самыми ранними периодами Древнего Египта. Эмири посвятил свою карьеру раскопкам в долине реки Нил, а в период с 1935 по 1939 год провел многочисленные изыскания и раскопки в могильниках Саккары. Конечно, раскопки в Саккаре дали много важных и ценных вещей, но ни одна из них не была такой странной, как Диск Сабу. Эмири обнаружил его при раскопках в гробнице принца Сабу, правителя первой династии и сына знаменитого фараона Аниджиба. Эмири пишет, что Сабу, вероятно, был высокопоставленным чиновником и администратором провинции. Он был расположен примерно в 1,7 километрах к северу от знаменитой ступенчатой пирамиды Джассера. Обозначенная как гробница 3111, она была раскопана Эмири 10 января 1936 года. Гробница состояла из семи погребальных камер, каждая из которых была завалена различными погребальными предметами. В большинстве из них не было ничего необычного, кости животных, кремневые орудия труда, глиняные сосуды, изделия из слоновой кости, каменные чаши. Но один предмет выделялся, особо. Эмири обнаружил любопытный диск, разбитый на множество кусочков. После кропотливой сборки диск Сабу заинтриговал многих ведущих египтологов. Дискообразный объект напоминает чашу с круглым дном и имеет три чрезвычайно тонко вырезанных изогнутых лепестка с интервалом примерно в 120 градусов по периферии чаши. Эти лепестки отделены от обода тремя двояковыпуклыми отверстиями. В центре диска находится тонкая трубка диаметром примерно 10 сантиметров. Объект изготовлен из метасиликатного камня или сланец. Сланец состоит из крупных зерен и характеризуется удлиненными минералами в размеченных слоях. Он имеет склонность отслаиваться при работе и может быть очень легко раздавлен при нанесении на него инструментов. Итак, здесь мы имеем нашу первую загадку, как диск был вырезан в таких мельчайших деталях. Задавая этот вопрос, мы должны учитывать возраст диска. Гробница принца Сабу датируется примерно 3000 годом до нашей эры, что делает диск не менее 5000 лет. Считается, что инструменты, используемые тогда, были сделаны из камня и меди, что сделало бы тонкое мастерство довольно сложным, если не невозможным, особенно на таком хрупком материале, как сланцевый камень. Почему-то диск Сабу кажется неуместным в гробнице дворянина первой династии. Следующая загадка назначения этого объекта. За эти годы появилось много убедительных теорий. Почти сразу после его открытия диск был отклонен как ваза или курильница, или просто тривиальный декоративный или церемониальный предмет. Но многие считают, что это далеко-далеко от истины. Один взгляд и только базовые знания механики и инженерия предлагают совершенно другую интерпретацию, этот диск может быть частью механизма или скорее всего копией механизма. Один находчивый историк-любитель, возможно, разгадал эту тайну. Вооружившись 3D-принтером, этот человек создал точную копию диска Сабу в попытке доказать свою собственную теорию, диск был древним рабочим колесом, частью центробежного насоса. Помещенный в корпус и приводимый в движение с высокой скоростью через небольшой вал в его центре, диск был чрезвычайно эффективен при вытеснении воды. Кроме того, при движении без корпуса для направления вытесненной воды диск создает мощный вихрь. Наблюдение за этими записанными экспериментами проясняет одну вещь, странно сложенные лепестки и слегка вогнутая форма диска существуют с определенной целью. Благодаря замысловатым резным деталям диск способен легко вытеснять воду и, по-видимому, является важным компонентом механизма водяного насоса. Один факт поддерживает эту теорию, древний Египет зависел от орошения. Позже в своей истории они усовершенствовали управление водными ресурсами с помощью бассейнового орошения, процесса, который позволил им контролировать подъем и падение реки. Но сланец не кажется достаточно прочным материалом для насосного механизма. Это наводит на мысль о другом, пытались ли мастеры из первой династии Египта воссоздать более древний объект, используя доступные им инструменты и материалы, объект, который они, возможно, не совсем понимали. Многие теории предполагают, что диск Сабо – это всего лишь сланцевая копия оригинального предмета, сделанного из металла. Есть даже предположение, что этот объект был обнаружен среди остатков более древней, более развитой цивилизации, которая предшествовала самой ранней истории древнего Египта. Другие сравнивали диск с усовершенствованными муховиками с легким ободом, разработанными в 1970-х годах инженерами-ракетчиками Lockheed, и действительно, сходства здесь много. Некоторые, однако, предложили гораздо более простую роль для диска. Они утверждают, что три лепестка использовались для удержания нитей шелка или веревки, когда диск вращался, он сплетал три нити в одну, создавая шпагат и более толстые веревки. Есть и другие теории, некоторые более экстремальные, чем другие. Один французский автор предполагает, что диск Сабу лишь один из многих, которые были неотъемлемой частью ранней фабрики. Эта сложная теория объясняет, как древние египтяне производили карбонат натрия в пирамидах, используя передовые системы и технологии. Как видно, многие предложения просто сворачивают в царство невозможного и кажутся более основанными на исполнении желаний, чем на здравой археологии. Древние гипердвигатели, заводские комплексы, рулевые колеса и другие маловероятные предположения просто невозможно доказать. Конечно, больше, чем ваза. С другой стороны, господствующая наука имеет подозрительную тенденцию отвергать любое предположение о том, что диск является частью механизма. Даже процесс, используемый для создания диска, трудно объяснить, учитывая его возраст. Но, если мы примем тот факт, что это то, что мастера первой династии смогли создать с помощью инструментов, имеющихся в их распоряжении, вопрос все еще остается, для какой цели. Кажется очевидным, что диск Сабу был частью чего-то сложного. Однако, несколько источников указывают на то, что он был хорошо осведомлен о проблеме, которую он поставил в научных кругах, где он был описан как маленькая дыра, которая грозит стать намного больше. Возможно, именно по этой причине диск Сабу часто упускается из виду в научной литературе. На самом деле, мало что известно о принце Сабу, его гробнице или его своеобразном диске. Тем не менее, многие аспекты этого диска не могут быть легко объяснены, что оставляет много вопросов без ответа. Современная наука и археология не любят, неуместных вопросов, и что это всего лишь пепельница их вполне устроит. А я с вами, уважаемые друзья, увижусь в следующем видео, и спасибо вам огромное за подписку, желаю вам удачи и здоровья, и приходите еще.